Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Историческая баня Тигранакерта. Открыт прием номинации на премию Аврора 2020. В Ахал-Киалаке 17 мая состоится субботник. Идлиб Хама. Сирийская армия заняла три населенных пункта и один аэропорт. Если Турция продолжит в том же духе, будут введены экономические станции. Конгрессмены США предложили ввести санкции против Турции. Сегодня исполняется 100 лет ЕГРУ. Историческая баня Деве, расположенная в Сурском районе Тигранакерта, в Западной Армении, разграбленная грабителями, находится под угрозой обвала из-за халатности местных властей. Уже более 500 лет баня стоит, но нуждается в чистоте и постоянном уходе. Баня, построенная в XVI веке, имеющая прямоугольную форму, построенная из базальта и щебня, имеет восьмиугольный купол. Глобальная ежегодная премия, созданная гуманитарной инициативой Аврора, находит и поддерживает современных героев, которые занимаются непростой гуманитарной деятельностью в самых опасных регионах нашего мира. Премия Аврора, присуждаемая от лица всех выживших во время геноцида против армян и в знак благодарности их спасителям, а также оказала огромное воздействие на благосостояние человечества. С момента своего создания в 2015 году гуманитарная инициатива Аврора воздает должное этим выдающимся людям, поддерживает их и рассказывает миру об их самоотверженной деятельности. Номинировать на премию может любой желающий. Гуманитарная инициатива Аврора ищет бесстрашных людей, рискующих собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или же благополучием ради спасения других. Заполненная на сайте заявка рассматривается профессиональным советом и экспертами в области решения гуманитарных проблем. Окончательное решение относительно героев Авроры и лауреата премии принимает отборочная комиссия, в которую входят лауреаты Нобелевской премии мира, бывшие главы государств и всемирно известные правозащитники. Более подробное описание критериев премии и отборочного процесса вы можете найти на сайте премии. 17 мая в Халкиалакском муниципалитете был объявлен субботник. Муниципалитет совместно с ООО сервисный центр Халкиалак уже распределили улицы и территории, подлежащие очистке между организациями. В этом году для отборки были выбраны в основном не центральные улицы. Зона отдыха Товшанка, дорога, ведущая на кладбище, бывший военный городок номер 1 и другие места. Субботник начинается в 10 утра. Желающие принять участие в уборке могут получить необходимый для уборки инвентарь в сервисном центре с 8.00. Президент России Владимир Путин отдал приказ о новой волне военных подействий против протурецких боевиков на севере Сирии вскоре после телефонного разговора со своим турецким коллегой. Все это доказывает, что Турция начинает истощаться и отказывается от террористов, которых годами поддерживала в Идлибе и его окрестностях. Сирийская армия во вторник освободила от боевиков Джабхат-ан-Нусры, три деревни и аэродром на северо-западе провинции Хама, пограничной с провинцией Идлиб. Сирийская правительственная армия установила контроль над деревнями Аль-Хвейс, Аль-Мухаджирин, Аль-Хамра, а также над сельскохозяйственным аэродромом в провинции Хама после ожесточенных боев против боевиков Хаят-Тахрир-Ашам, ранее известных как Джабхат-ан-Нусра, а также боевиков туркестанской партии. Террористы на прошлой неделе увеличили количество обстрелов в поселении на севере провинции Хама, в Алеппо и в Горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии. Правительственные войска и ВВС Сирийской Арабской Республики, в свою очередь, увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки Джабхат-ан-Нусра. Премьер-министр Греции Алексис Ципрос заявил, что если Турция продолжит разведку природного газа в Восточном Средиземноморье, на него будут наложены экономические санкции. По сообщению Евроньюз Алексис Ципрос отметил, если Турция продолжит занимать позицию провокатора, ЕС должен предпринять необходимые меры. Вместо односторонних действий Турция должна сесть за стол переговоров со странами Средиземноморья. Отвечая на вопрос корреспондента Евроньюз, верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Моггерини отметила, «Мы призываем Турцию уважать права суверенитета Кипра». Моггерини также добавила, что Турция должна знать, что Европейский Союз полностью поддерживает Кипр, и в случае необходимости мы будем реагировать должным образом, поэтому Турция следует избегать любых незаконных действий. Власти Турции объявили, что начнут бурение в начале мая и будут продолжать до сентября. Двухпартийная группа законодателей внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую ввести санкции в отношении Турции, если Анкара не откажется от закупок у России зенитных ракетных систем С-400. Следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Комитета по иностранным делам. Турция – давний союзник, но перед ними стоит четкий выбор. Если же Анкара купит российские ракетные системы, США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35. Наша двухпартийная резолюция должна быть воспринята как четкое заявление Конгресса о том, что Турция должна выбрать партнерство с Россией или союзниками по НАТО. Надеюсь, Эрдоган примет правильное решение. От этого зависит будущее нашего Союза, заявил старший республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей, один из авторов документа – Майкл Маккл. Самый старый из еще работающих университетов Армении. На сегодняшний день он является самым большим и престижным вузом страны. Университет также известен под неофициальным названием «Материнский вуз». 16 мая 1919 года правительство Республики Армения приняло решение о создании университета в Ереване. Университет открылся 31 января 1920 года временно в здании Александропольской торговой школы, так как в Ереване отсутствовали необходимые условия. С нового учебного года осенью 1920 года университет был перемещен в здание Ереванской педагогической семинарии и назван Ереванским народным университетом, а с 1922 года – государственным университетом. Начало занятий в университете дал известный арминовед Степан Малхосянц, прочитавший лекцию 1 февраля 1920 года. На сегодняшний день университет имеет более 100 тысяч выпускников. На 19 факультетах университета сегодня обучается около 20 тысяч студентов. Последние 100 лет были плодотворным периодом армянской науки и образованием, и роль Алма-Матер в этой научно-образовательной деятельности просто неоценима. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию дуо «Запюр». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok